здравствуйте мои подписчики здравствуйте гости моего канала сегодня мы идем с вами в гости и находимся на участке моего шефа все кто думает что я снимаю без его разрешения то ошибаются вот такой замечательный колеус посажен смешанная посадка вот тут стоят оливковые деревья и опять колюс опять смешанная посадка а тут прямо голубичку посадил давно не снимала даже не помню эту голубику сейчас откроется вам красота настоящая такая красота узнаю свои руки это я садила такая терраса заставлена цитрусовыми аромат цитрусовых такой очень сильный я пришла чтобы полить растения эти лимончики погода такая что лимонам тоже не нравится вот такие маленькие лимончики но аромат стоишь рядом обалдеть можно вот а вот тут такие малыши цитрусовые а вот вам и голубая сюзанна шварц ой где сюзанна это черноглазая сюзанна а это голубая сюзанна тунбергия правильно я говорю такая сюзанна цветет на террасе было два дня назад не видела бывает такое а это вот диплодения диплодения там тут и во всех горшках тоже погода диплодения не очень и вот здесь клубника в это клубника сорт тоскана она такая ярко-розовая вот клубнику тоже садила я так что так что вот такая у нее ягода красивая он видите какую ягоду дает клубника в горшках красиво и тут тяжелая но тоскана я вращивала и я от нее не в восторге так что пошли девчонки дальше мне очень нравится вот это сделано полукругом ну такая изгородь из бука краснолистного вот здесь идет другая изгородь это его она уже в другую сторону загнулась и тоже полукругом это терраса на террасе скрузили все что можно и что нельзя прекрасный стол закрыть закрыт простынь и и еще не все посажено и вот так это выглядит никто нас здесь не ждал поэтому никто ничего не украшал все это еще будет цветут белые и малиновые пионы нужно сказать что моего шефа поливное устройство его газоны поливаются сами по себе но здесь виктор поработал продрал весь мох поэтому газон выглядит так немножко несчастным цветут радодендроны но уже доцветают и вот вот это вот из и вы белая изгорать и вот это из красного бука цветет липа причем уже отцвела нет наверно только зацветает потому что как-то я могла не заметить что ли подсветет ну и вот здесь тоже это либо высокие липы и стриженные в квадрат это тоже пора уже приводить в порядок и здесь также полукругом меньше полукруг здесь больше полукругов но это самшит самшит который последнее время страдает от гусениц видите вот и он его уже три года спасает от этого безобразия как-то так даже не видно откуда бьет вода когда поливает все эти газоны если мы пойдем сюда здесь уже ну это вот садовый домик в котором есть помещение для празднования если надо здесь стоят мультоны все это загорожено растениями и вот такой сад такой в английском стиле больше цветет плетистая роза на стене видите ну и опять видно его каменные троги мы сейчас подойдем поближе вот здесь каменные троги ну-ка проверим надо поливать или нет по моему нет тут дефлодене обожженное солнцем но тут надо обязательно вот это замечательном ящике и находится управление поливкой сада а мы идем сейчас берем шланг вот он он клейка пустая мы ее нальем вот таким образом включаем и водичка побежала одним нажатием руки аромат а это у нас лавровый лист и тоже как-то в этом году он пострадал зима видимо была неблагоприятная для него цветут розы еще только начинают зацветать он там цветет кислица растет аспарагус в олеандре олеандр еще не цветет как-то все выглядит обычно выглядит лучше много так леечку набрали водички и пошли сейчас все подряд поливать вам сделаю паузу ну такая такая красота это шнеги стойба или ойфобия второй хелиотроп или ванилин цветок который пахнет ванилином и вот эти вот комнатные деревца такой дизайн в этом году моего шефа так он решил сделать ну вот как-то так мы с вами не в лесу я хочу вам показать как выглядят рододендроны которым уже очень много лет такие деревья жалко что этого не видно снаружи представляете какая это красота один шаг и ты в джунглях один шаг ты у соседей вот здесь разделительный столбик но столбик ничего давным-давно не разделяет и у соседей и моего шефа есть прямой путь друг другу и это очень важно потому что у соседей соседи уже в возрасте и нужна помощь кстати мой муж помогает и шефу и соседям дедушки не стало бабушки надо помогать ну вот вам еще рододендрон из-за кулис ну еще раз сад моего шефа у него установлен поливное устройство которое включается выключается по компьютеру видите вот это стоят дрюзы которые поливают в сад ну и тут рододендрон тоже очень старый и очень красивый а это такая маленькая изгородь из шампа сам шита по всему переднему гардену или фор гарден стоят фигуры и такая у него керамика под старину сад моего шефа делится на несколько частей вот ну вот видите какой задумчивый сидит и этот эту часть он отдает своим жильцам которые у него живут на первом этаже его он сдает эту квартиру а это его съемщики съемщики квартиры еще раз я вам покажу его сад украшены керамикой вот даже хрюндель есть очень много шаров он их любит оригинальные липы в виде квадрата но это защита от глаз ну и украшение для сада очень много шаров и вот эти вот елки это таксус они тоже стригутся периодически вот вот такая красота немного цветов сейчас цветут радодендроны поставить куда-то вот туда цветущие вазы он не может потому что нет дождей а поливать это проблема вот ну так со вкусом зелено красиво липы надо опять подстригать на этаж выше это все моему мужу работа еще раз вдохнули аромат цитрусовых маленькая деревца здесь очень сильно цветет вот это к нему даже за два метра приближаясь слышно аромат цитрусовых с мы отправляемся домой а я с вами прощаюсь до завтра Всем счастья, здоровья, любви Всего вам самого лучшего На улице Тепло и безветренно И это очень важно Потому что ветер меня Уже достал Вот как-то так Для тех, кто скажет, что я убираюсь У шефа дома, нет, не убираюсь Не люблю я это дело И буду дома убраться У него есть уборщица Помощница А так, совсем Они справляются сами Шеф и его жена А я поливаю только по той причине Что они уехали в отпуск Не забывайте ставить лайк И подписаться на мой канал Вам это не трудно А мне сделайте приятно И до новых волнующих встреч На канале Север Это моя судьба Всем пока-пока